Сегодня нас снимают телеканалы Да, там много наших друзей, там много людей, которые поддерживают нас Но власть России сегодня пренебрежительно, по-хамски и варварски относятся к территориальной целостности нашей страны Поэтому мы им скажем решительное нет сегодня И пусть они посмотрят через эти телекамеры нам в глаза той, как они сказали, коричневой чуме, которую они решили здесь уничтожить Слава Украине, друзья! Это представители сопредельного государства Пожалуйста, разберитесь, почему на территории Луганской области находятся представители ФСБ Следующее Я могу сказать, что партия региона в Луганской области доигралась Начала играться, когда выставляла Дед Явморозов против Луганского Майдана Когда выставляла отзвучку Потом появились донские казаки, которые мешали проведению мирных акций протеста Следующим моментом стали так называемая молодая гвардия или еще какие-то пророссийские силы Одна, единая и мы не позволим никому, я еще раз повторю, никому переступить кордон нашої держави Не за те вы боролися, не за те небесная сотня пішла в вечность Если мы будем вместе, если мы будем бороться И я благодарен всем вам, тем, кто пришел сегодня сказать, что у луганчан есть другая думка Что луганчане это не партия регионов Что луганчане это свободный народ И что луганчане не хотят быть на потанцовках у Путина какого-то Российское руководство использует в этом случае де-факто Извлеченную из архива холодной войны доктрину Брежнева Доктрину ограниченного суверенитета Которая была идеологическим оправданием вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года Вторжение сопровождается инспирированными массовыми беспорядками в восточных и южных регионах Украины Цель которых продемонстрировать, что страна в хаосе Что население этих регионов якобы не признает новую власть в Киеве И видит свое будущее под российским протекторатом Все так красноречиво указывает на то, что целью вторжения является не Крым, а Киев Что России нужна расчлененная и слабая Украина в качестве буферной зоны у западных границ Заявляем, что Россия в этом случае не только не защищает права российских граждан, проживающих в Украине Наоборот, она сознательно разрушает демократические основы конституционного строя нашего государства И наносит непоправимый ущерб правам и свободам всех граждан страны, всех, кто проживает на территории Украины Перед лицом опасности военного положения у нас остаются две партии Партия мира и партия войны Партия белоголубого стяга и партия триколора Партия патриотов и партия коллаборантов, которые сотрудничают намеренно с оккупантами Поэтому сегодня все мы должны понимать свою главную обязанность А с точки зрения прав человека у граждан есть только три главные обязанности Исполнять решения суда, платить налоги и защищать родину в минуту опасности Я прозываю вас к единению, как и всех луганчан и всех жителей Луганщины Объединиться для того, чтобы наши совместные усилия привели нас к сплочению И возможному противодействию, в том числе военному, нашей территории Слава Украине! Слава! 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 К СБУ, которая бездействует на сегодняшний день на Луганщине Навести немедленно порядок в области К властным структурам Немедленно начать очистку от представителей бывшей власти Януковича Это областная администрация Это 17 глав районных администраций Для того, чтобы навести порядок в этой области Власть на Луганщине сегодня должна быть народной Здравствуйте, товарищи! Я хочу зачитать сейчас обращение начальника Главного управления внутренних дел Генерала-лейтенанта милиции Гуславского к народу И к местной власти Голови Луганской областной администрации Голови Луганской областной ради Головам районных, державных администраций Міським головам областей Звернення Враховуючи складную суспільно-політичную обстановку в державе В останний час мають місце випадки збору громадян З метою проведення мітингів з призывами до сепаратизму Такі заходи призводять до ескалації насилля та протиостояння між певними групами громадян Звертаю вашу увагу до необхідності збереження спокою на території області та держави в цілому Проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо неопущення протиправних дій, які призводять до захвату будівель органів влади На другий, над державними символами України масових заворушень між громадянами Коли у нас не льется кров, не захватуються адміністративні здання В цьому заслуга і міліція, яка просто стоїть на охрані общественного порядку Ми далі будемо це робити Дякую Дорогі братья та сестри Сьогодні в нас є свята неділя і православна церква Сьогодні святкує і є неділя прощення Тому що Бог є любов І саме тому в нашому храмі Минулі тижні служилися і зранку, і вечорі молебні за Україну Де і зяті прохання за примноження любові серед народу Маємо змогу просити вибачення один одного Вони є люди, які вже відійшли і вони не мають змоги попросити І в один одного вибачення, і вибачення в тих, можливо, коли вони образили Вони відійшли до Бога непримиренними Тому нам потрібно дуже щиро молитися до Бога Що Він простий, Він провини їхні і їхні гріхи І помилував їх Амінь Слава Ісусу Христу Слава Україні Слава Україні